Команда продолжает сопровождать Тазуно и подплывает к стране волн. Здесь мы можем впервые наблюдать тот самый мост, о котором строитель говорил ранее. Это строение весьма впечатляет Наруто и, судя по всему, он уже отошел от той неприятной ситуации с прошлой серией. То есть, он не из тех людей, которые долго ходят в депрессии. Отхочевый парень, короче. Полезный навык, между прочим. Его не так просто развить, но, похоже, у Наруто получилось. Однако, его бурную реакцию осаждает человек, что управляет лодкой. Он объясняет необходимость тишины тем, что могут быть неприятности. Вероятно, это какой-то знакомый Тазуно. Ведь это страна очень маленькая и тут все друг друга знают. Разумеется, мужик в курсе всего и помнит, что на Тазуно идет охота. А потому пользуется формулой. Лучшая драка – это та, которую удалось избежать. Не просто так вся эта компания плывет в столь ранний час. Именно в такое время можно сделать это максимально незаметно, благодаря туману. Просто нужно вести себя тише. Понятное дело, что человек, управляющий лодкой, в первую очередь думает про людей гата. Но я бы на его месте больше беспокоился о наемных ниндзя. Устрой Забуза засаду прямо здесь, Какаши бы столкнулся с большими проблемами. Ведь кроме него из этой компании, по воде ходить никто не умеет. Далее, Какаши чуть ли не прямым текстом говорит, что они в общем-то готовы продолжать защищать Тазуно. Но тот должен быть с ними честен. Ну и в итоге Тазуно объясняет, что страна Волн настолько бедна, что даже их феодал не богат. Им просто не хватило денег на оплату миссии ранга А. Вы только вдумайтесь, каков масштаб нищеты в этой несчастной стране. Разумеется, возникло это не на пустом месте. Как уже ранее говорил Какаши, у этой страны нет ниндзя. Это позволило мафии, во главе с гата, оккупировать этот небольшой островок. А так как основным источником для поддержания экономики тут является судоходная индустрия, то, конечно же, бандит подмял весь бизнес под себя, установив таким образом преступную монополию. То есть, он в буквальном смысле пришел на чужую землю и силой отобрал самый главный источник заработка у людей, проживающих в стране Волн. И вот прошел год, как страна оказалась в той ситуации, в которой она оказалась. Однако, не стоит думать, что люди просто смирились с беспределом, который обрушился на их головы. У Тазуна, к примеру, есть план, как можно постепенно исправить положение вещей. Он хочет достроить тот самый мост, благодаря которому они соединятся с материком. Смотрите, вот страна Волн, а вот ближайший материк, где проживают наши ребята. Тазуна верит, что если они станут с материком одним целым, то это поможет привлечь ресурсы. Страна Волн больше не будет зависеть от судоходной индустрии, которую отобрал Гата. В результате, экономика будет восстановлена, и люди не только смогут нормально жить, но даже в конечном итоге прогонят всю эту банду. Благодаря деньгам, в той же самой стране огня, к примеру, они смогут нанять сильных ниндзя, и в этот раз уже без обмана. Ну а они уж два счета прогонят Гата. Рабочий ли это план? Ну, скажем так, неоднозначный. С одной стороны, Тазуна молодец. Особенно радует, что он использует для борьбы с Гата именно те навыки, которыми владеет лучше всего. А именно строит. Строит мост. С другой стороны, Гата не станет смотреть спокойно, как идет стройка. И тот факт, что он обратился к наемным убийцам для ликвидации Тазуна, уже о многом говорит. Он такой человек, который обворовывает людей, укрепляя тем самым свою армию, влияние и размер кошелька. А затем захватывает новые, такие же незащищенные территории. И даже если благодаря Какаши и другим ниндзя удастся защитить строителя и завершить стройку, то Гата может просто разрушить мост. С такой задачей справится даже наемник уровня Сакуры. Взрывные печати в помощь. Но это все равно лучше, чем просто остаться и умереть от голода. Ну а что же касается того, как относиться к Тазуна после его обмана? Ну, когда он сказал, что это миссия ранга С. А вот не знаю. Учитывая, какие добрые люди проживают в Канохе, можно было просто рассказать третьему Хукаге всю ситуацию. И тот, вероятно, выдал бы бесплатно несколько джанинов для разрешения проблем в стране волн. Ну а те могли бы уже в будущем отблагодарить Каноху. Но это мы с вами знаем, что скорее всего третий так бы и поступил. А Тазуна с ним не знаком, поэтому и пришлось пойти на обман. Он, конечно, попытался намекнуть, мол, эти ниндзя слишком слабы, дайте других, но это не помогло. А выходить из деревни без ниндзя обрекает его на смерть. Скорее всего, Тазуна просто надеялся, что если их сил не хватит, чтобы справиться с преследователями, то молодые ребята хотя бы не умрут, в отличие от него. Поэтому я и говорю, Тазуна в такой ситуации, что врагу не пожелаешь. А потому осуждать его не берусь. В конце концов, умирать никому не хочется. Как только герои вступили на берег, Наруто неожиданно вспомнил, что он должен себя проявить. А потому начинает дурачиться незамедлительно. Что весьма эгоистично с его стороны. Тазуна и так весь на нервах, а тут еще Наруто подогревает его переживания на пустом месте. Тут, кстати, можно лицезреть кадр, в котором Сакура первый и единственный раз за все аниме ударила Наруто вполне заслуженно. Хотя это все равно не очень-то женственно. Только вот когда блондин бросил Кунай второй раз, то это он уже сделал не просто так. Он реально заметил какой-то шорох, так же как и Какаши. А вот остальные его не заметили. Так что небольшой плюсик Наруто поставить можно. Не за то, что кинул Кунай, а именно за внимательность. Другое дело, что это был не противник, а всего лишь кролик противника. По словам Какаши, его выпустили из клетки, чтобы использовать для замещения. То есть, план Забуза был примерно такой. Сначала мечник выжидает удачного момента. Затем, когда кролик оказывается как можно ближе к Тазуно, он меняется с ним местами, используя технику замещения. И если бы все получилось, то эффект неожиданности был бы настолько высок, что даже Какаши мог не успеть среагировать. Однако Наруто поломал этот чудесный план, хоть и неосознанно. Поэтому Забуза принимает решение начать бой с техники пафосно-дзюцу. Присмотритесь, кстати. Тут есть момент, как Сакура, о бесполезности которой ходят легенды, спасает Наруто от меча. В аниме это едва заметно, но все же заметно. Наруто спешит доказать всем, что он не пугливый котенок. Но в этот раз враг слишком силен. И Какаши не может позволить генинам принимать участие в битве. Выясняется, что эти два любителя масок весьма знамениты. И так как оба бывшие члены Анбу своих деревень, то у них у обоих есть небольшое досье друг на друга. Ведь, как известно, Анбу знают чуть больше остальных шиноби. Ну, начну, пожалуй, с Какаши. Главное его оружие это Шаринган. Причем он у него довольно сильно вкачан. Эта способность позволяет распознавать все типы Ген, Нин и Тайдзюцу. Какаши способен понять замысел противника за доли секунды до того, как он успеет воспользоваться той или иной техникой. Более того, он способен копировать эти техники. Об этом Забуза знает, однако это не все. Ему неизвестно, что для того, чтобы скопировать технику, Какаши не обязательно дожидаться, когда противник ее исполнит. Он может делать это с ним одновременно, просто повторяя действия самого противника, считывая их своим Шаринганом. Более того, так как Какаши видит замысел врага заранее, ему не обязательно дожидаться, когда тот применит свою технику. Он может применить ее первым. Этой информации у Забузы нет, а потому она станет для него сюрпризом. Немного любопытно наблюдать за реакцией Саски на происходящее. Так как Шаринган может появиться только у членов клана Учиха, то это толкает последнего выжившего на неприятные мысли о своем сенсее. Момочи Забуза использует стиль бесшумного убийства. Его задача сделать дело быстро, тихо, незаметно. Покрывая поле боя густым туманом, мечник становится менее заметным. При этом самому ему видеть противника не обязательно. Его слух хорошо развит и ему этого достаточно. Идеальная атака в его исполнении, это когда противник умер до того, как успел заметить Забузу. Подобная тактика может быть весьма эффективна против Какаши, так как она затрудняет использование Шарингана. Но все же в этом бою мечник не стал ограничивать видимость слишком сильно. И решил попробовать обмануть копирующего ниндзя водиными клонами. После окончания разговора Забуза намерен приступить к делу. В свою очередь Генины моментально подбегает к Тазуно, образуя так называемое построение манджи. При этом заметьте, им даже никто не отдавал приказ. Они сами быстро додумались сделать это. Исполнено все было настолько автоматически, словно они репетировали неоднократно. Это говорит нам о том, что тренировки с Какаши не прошли даром. Забуза вновь прячется, чтобы попробовать убить Тазуно в обход Какаши. Мечник создает водяного клона и увеличивает объем тумана. Но несмотря на плохую видимость, Какаши смог заметить, распознать и даже скопировать технику водяного клонирования. Сразу после этого Какаши создает водяного клона. Вероятнее всего тот появился под землей. А затем тот использует технику замены, меняясь с ним местами. В результате, оба бывшие члены Анбу оказываются теперь неизвестно где. Сопровождается все это типичной нарутовской символикой. Нам показывают, как листик падает на воду, что означает столкновение Шиноби из страны воды с Шиноби и деревней Листа. В ответ на туман Какаши концентрирует чакру. По словам Саски, она довольно мощная. Учитывая, что это всего лишь водяной клон, то это весьма впечатляет. Ведь, как известно, водяные клоны получают только одну десятую часть силы от оригинала. Однако нужно понимать, что в первую очередь Какаши сделал это, чтобы разогнать туман и улучшить тем самым видимость, хотя бы возле группы. Тут, правда, сработал небольшой побочный эффект. Саски захотел... покончить с собой. Ну ладно, ладно. Лично я не верю, что он и вправду собирался сделать это. Но все же, чем обусловлена такая паника? Даже остальные, относительно Саски, сейчас не боятся. Думаю, это связано с более чутким восприятием происходящего. Давайте не забывать, Саски развил в себе навык чувствовать чакру. Развит у него этот навык, конечно, очень слабо, и другие шиноби могут легко его обмануть, просто скрывая свою чакру. Но все же это больше, чем ничего. По сути, перед нами потенциальный сенсор. И паникует он тут именно потому, что осознает происходящее глубже остальных. Уж не зная, как насчет Забузы, но Какаши и его водяной клон не пытаются сейчас скрывать свою чакру. Напротив, она в полной боеготовности. И это, естественно, наталкивает Саски на неприятные ассоциации. Ведь последний и единственный раз он мог ощутить подобную энергию только в ту зловещую ночь. Вы же не думаете, что такое не могло отразиться на его психике? Вот поэтому он и потерял над собой контроль. Ну, или это просто карма. Но благо есть Какаши, который успокоил Учиху своей знаменитой фразой. Учитывая все, что произошло с сенсеем ранее, можно себе представить, сколько болей скрывается за этими словами. Мой仲間 никогда не убьет. Начинается долгожданный бой. Водяной клон Забузы пробует атаковать Тазуна. Используя Шаринган, клон Какаши успевает его остановить, но его убивает другой клон. Затем появляется настоящий Какаши, который почему-то уверен, что вот этот тип настоящий Забузы. Он не может увидеть, что это клон с помощью своего Шарингана. Шаринган может отличить теневых клонов от оригинала. Дымовые клонов от оригинала тоже может отличить. Но вот водяные устроены немного по-другому. А потом вот тут Какаши немножечко просчитался. О чем и узнает в следующей серии. Ну, а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До встречи в следующем выпуске.